часик в радость чифер сладость дорогие друзья и враги и вы у меня спросите хикан что в таком странном месте я вам хочу сказать что это эксклюзив сегодня эксклюзив потому что еще никто никто не снимал экстренных выпусков и выпуска в принципе целенаправленно в на дальнике топ геймера так сказать он же вид же линк кирилл михалыч так вот дорогие друзья почему я выбрал эту локацию на теле я вам скажу я заходил свой youtube analytics посмотрел какие видео смотрят телезрители другие кроме хикана вот ну кроме моих видео и значит у меня там в предложке было видео хованского ну тут смысле предложки а в аналитике а мыл строй еду но мы строй мог то это я и сам особо не знал на вот так в теории я знал потому что он кирилл михалыч вот а так в принципе я и не особо то знал вот и собственно ребята если вам это интересно то я решил снять почему бы нет тем более такой повод и да я не объяснил почему же все таки я на дальняке так сказать потому что тема сортирная события сортирная и естественно как говорил профессор преображенский есть я буду в как называлась там не не в спальне а в этой в столовой да наверно в столу оперировать в операционной и поэтому всему должно быть свое место и время итак сортирная теме в сортире вот что же случилось дорогие дамы и господа господин мылстрой он я не знаю видели вы или нет значит ударил какую-то даму какую-то барышню головой об стол и так сказать повредил ей зубы мое мнение частное частное которое может быть очень даже и не совпадать с действительностью мне кажется человек просто объем употребил психоактивные вещества например вот и просто был так сказать и ну немножечко не в себе и собственно на ребят давайте может быть кто это такой значит человеку его же андрей зовут правильно человеку 21 год он молод по шкале маэстро поносенкова да наверно не очень 21 год он богат давайте по-честному дорогие друзья в такие годы хикан был уже с клинической депрессией хикан был уже так сказать и фэйт ту плэк угасал все плохо все пропало клиент уезжает и прочее вот у человека же по жизни все хорошо то есть буквально за где-то за год закон же правильно он взлетел от человека которому донатили по 20 рублей он взлетел до каких-то высот стримов на как называется москва сети и прочее 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 ну как тут можно не позавидовать многие скажут хикан да ведь он если что я не знаю так это или нет мы можем конечно с вами ошибаться многие скажут хикан да он же просто отмывает деньги ну как говорится я за руку не ловил и дешевку как дешевку да и и поэтому я не могу сказать отмывает он или нет но если так конечно же мы безусловно осуждаем осуждаем его доповедение и прочее 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 но ребята как бы там ни было у нас с вами такого никогда не будет хорошо это или нет мы с вами обыкновенные биокарлики рабы системы которые сначала ходили в садик на пятерочке так сказать учились потом в школу ходили на пятерочке учились, потом в бурсу, там, в ПТУ, в техникум университет, значит, на пятерочке учились, потом на работе на пятерочке учились, а потом балдежная пенсия на пятерочке, если ты жил, и на балдежном кладбище на пятерочке учимся. И так вся жизнь у большинства людей, но тут же все не так, и поэтому заведу. И в каждом, в каждом, ну, вот после того, как он ударил эту несчастную женщину, значит, головой, а стол, повредив ей тем самым, значит, то ли брекеты, там у нее что-то были, в общем, зубы, зубы повредил, вот, и многие скажут, Хиган, ну ты конкретный баба-раб, ты прогнулся и прочее, 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 но я вам хочу сказать следующее, ребята, как вам так объяснить, есть уголовный кодекс, и там прописано, что делать можно, а что нельзя, вот, какой бы ни был человек, но бить его, нельзя, просто так. Что с человеком случилось? Понимаете, дорогие друзья, когда человек на человека сверху падает, как манна небесная, вот, это бремя богатства, богатство это тоже бремя, на самом деле, вот, если человек не Билл Гейтс, не Стив Джобс, Стива Джобс из его компании жил, правда, или нет, я не помню уже, вот, ну, неважно, если человек, собственно, трудом, он не шел туда, хотя это тоже, труд, правда, ведь, ну, даже если, если вдруг, мы и не знаем точно, но если он от молоденьги, то тем более опасно, но дело-то не в этом, если человек, так сказать, с утра до ночи хотел, как бы там, как вот это, а мантерт, можете загуглить, кто это не шел вперед годами, все не понимает, как это делается, то потихонечку у человека начинает ехать крыша, он думает, что ему можно все, и ему за это ничего не будет, но, на самом деле, как вы думаете, Голубчик, ударил он эту бедолагу о стол, и, собственно, что будет с ним, и конкретно в этом частном случае? Я думаю, что он деньгами поплатится, скорее всего, из-за того, что такой резонанс это вызвало, но, опять же, все просто ждали, пока он наступится на чем-нибудь, хайп, он в разные стороны работает, во все. Так точно, завистники, завистники. Вот мое мнение следующее, то, что, естественно, ну, давайте по-честному, пришла женщина, многие поговаривают, мы не знаем, это точно или нет, если что, мы все осуждаем, что это женщина с низкой социальной ответственностью, что это там вебкамщица и прочее, я же говорю, ну, это не повод на нее нападать. И, как мне кажется, что это битва дерьма с мочой, то есть все знали, зачем туда женщины приходят, зачем они туда приходят прокачать свой инстаграм, похайпить, ну, и денежку заработать, может быть, выпить, найти себе какого-нибудь, плохое слово не хочу говорить, кавалера какого-нибудь, вот, почему бы нет, то есть все довольны, все все знают, зачем туда приходят. И, опять же, никто никого там за руку не ловил, но мне кажется, там это были психоактивные вещества замешаны, потому что, ну, вот такая агрессия, какая-то необоснованная, ну, зачем же бить человека, с которым ты можешь более продуктивно и приятно провести время во всех смыслах этого слова, тем более, там такие очень даже вполне себе самки фертильного возраста, так сказать, фертильных возможностей. Вот, хотя, там, конечно, про фертильность я бы не... Ну, не важно, не важно, дорогие друзья. Вот, и так, и так, дорогие мои друзья, а еще, интересно, что всякие тоже помойные и не очень таблоиды, ну, пример, вот, как ты думаешь, сколько он заплатит этой женщине, чтобы, ну, буча вся эта, эксцесс... Ну, она запросила миллион, как я понял, он намеренно миллион заплатит. По слухам, да. Наверное, по слухам, да. Наверное, по слухам, так же он миллион ей заплатит, скорее всего. Ну, как ты думаешь? Для него это не такие большие деньги. Вот, ты предвосхитил мой вопрос, и я хотел спросить, как вы думаете, голубчики, для него это большие деньги? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, но, вот, ты говоришь, что хайп, вот, каждые семь утра у меня почему-то будильник, будильник, извините, я не знаю, почему, я не могу ничего с ним поделать, ну, да ладно. И вот, и, собственно, ты говоришь... Да, хайп работает в две стороны, но про него написали все таблои, даже, что там, Daily Mail написал, да? Daily News или Daily Mail, какой-то британский таблои. Да, да, зарубежный, зарубежный. Почему, я не знаю, но хайп, хайп идет, хайп идет, да, конечно, вот, как сказали, что рекламодатели могут отвернуться, но это же казино, он рекламирует казино, он играет в казино и прочее, мне кажется, казино, или, как приличные люди говорят, казино, абсолютно все равно, наоборот, чем больше хайпа, или, как вы сказали, если бы он в футболке этого казино какого-нибудь эту женщину бил, я думаю, они бы, наоборот, больше радовались. Вот, дорогие друзья, поэтому, как мне кажется, тут миллион, ну, если это, конечно, все окажется правдой, что он миллион запросил, если он заплатит, то это будет очень даже небольшой ценой за пиар, ну, такого локального, даже не локального, интернационального масштаба. Конечно, его будут осуждать, может быть, там, что-нибудь, ну, кто-то скажет, ой-ой-ой, как плохо, вот, но, тем не менее, мне, как мне кажется, прибыли из этого будет таки больше, чем убытков, дорогие мои друзья. Кирилл Михайлович, нет, мы не голые. Как вы думаете, и вам вопрос повторный задам. Я к вам, Сариню, подожду. Что, мол, строя ждет в будущем? Процветание, успех. Место, кстати, под солнцем, именно под солнцем в Республике Беларусь свободно, скоро будет. Президент, президентом станет. Вот, а может быть, и станет президентом Беларуси, потому что... Лукашенко передаст полномочия все на своего сына, а сын такой, блин, я фанат Мэлла. Все, и станет президентом. Да, в общем, ребята, станет президентом. Это ваше мнение, голубчик. Что случилось с Монстроем? Да, да, да. Ну, я думаю, хайп разгляжется, уляжется, история рано или поздно забудется, но будет вспоминаться. Продублируем, если империя не расширяется, то она угасает. Да, тоже случится и с нашим... Он будет получать какие-то деньги, но это будут уже деньги не те. Стагнация. Да, и может быть, лет через 20-30 на голубом огоньке звезд Ютуба 2020 вместе с топ-геймерами, экономным буваном. Вот, ребята. Ну, на самом деле, я тоже так думаю, что, как говорится, в аккурат все сбудется, все позабудется, и все это рассосется, всем просто надоест. Потом появится какой-нибудь новый Молстрой. Ну, вы понимаете, если там завтра один, сегодня третий, и он как с Нефедовым. Раньше там все, ааа, школа блогеры, школа блогеры, Нефедов, у него там миллионы подписчиков. Ааа, Нефедов, когда ты уже пойдешь на завод работать? Я потом раз, и о нем все забыли. Вот так. Раз, и он на заводе. Ну, не знаю, где он сейчас. Здравствуйте, Нефедов, там ставьте класс. Надеюсь, что у вас все хорошо. Итак, дорогие друзья, я по-честному записал репортаж, как и обещал. Надеюсь, вам было интересно. Поэтому ставьте классы, подписывайтесь на канал Хиканада, найдите у нас в боблинович пакетах, заказывайте рекламу и сигны. Не забывайте про колокольчик. Берегите себя и хранит на всех Господь наш сварок. Ставьте класс за, так сказать, эксклюзивную локацию. Темки-темки, лавки-лавки, покусики. До новых встреч.